В прошлый раз мы с вами остановились на описании переживания матери, той тотальной божественной любви в белых блистающих вибрациях, которая родилась после того, как она погружалась, по её словам, во мрак, в пучину мрака, и вдруг какая-то пружина катапультировала её в это состояние, в состояние любви, в состояние тотального экстаза. Когда клеточные вибрации божественные, замурованные на самом дне материальности, воссоединились на фоне вот такого короткого замыкания с божественной силой, которая исходила из пространства. Это действительно фантастическое состояние, она продолжает говорить об этом. Просто потрясающее, богатство и полнота, крайнее проявление движения, бесконечно превосходящего в скорости всё, что можно себе вообразить, и абсолютный покой, совершенное спокойствие. Но это состояние действительно потрясает. Вот в моей духовной практике это было самое, наверное, грандиозное переживание. Вот эти вибрации, вибрации любви буквально затопили сознание, ничего кроме них не существовало. То есть ты становишься этой вибрацией. Нет слова «любовь», которое адресно к кому-то относится. Просто ты ей становишься как факт. И стало понятно в одно мгновение, не то что понятно, даже ясно, пронзительно, что болезни, страхи, страдания, сомнения – это не что иное, как наше ложное, искажённое, эгоистическое восприятие мира. Что в основе лежит именно это. Вот это состояние, когда ты его пережил, оно даёт тебе, в общем-то, прямое знание того, что Бог есть любовь. Что стоит работать на этом пути для того, чтобы в конечном счёте одержать эту победу над нашим неведением. Таким образом, у меня ещё было до духовного рождения. Господь мне дал аванс, причём аванс этот был действительно огромным. Этот аванс надо было отработать. Когда это переживание ушло, я почувствовал, насколько я нищ духом. Вот помните выражение Иисуса «блаженный нищий духом». Вот нищий духом – это человек, который почувствовал, что такое истинный дух, что такое вибрации любви. И когда она уходит, ты понимаешь, что вообще ты бедный, тебе вообще ничего нет. Но это надо авансик получить. Понятно, наверное, да? Вот нищета духа очень хорошо понимаема, когда ты получил что-то, а потом у тебя это взяли. Понятно, да? Блаженный нищий духом. И тогда стимул для работы есть, поскольку ты понимаешь, что ты можешь стать богатым, что ты можешь получить это богатство. Ну, теперь о тонкостях вибрационного восприятия, о том состоянии, в котором причудливо сочетается два, казалось бы, совершенно противоположных ощущения. Это невероятная практически запредельная частота или скорость вибраций, вот таких, так сказать, мелких. И одновременно ощущение глубокого, фундаментального, ничем не рушимого покоя. Причём это не телесное ощущение, это не ощущение в теле, это ощущение, которое распространяется за пределы тела. Это нечто пространственное, не имеющее границ, не имеющее никакого отношения к твоему физическому телу. Но ты это ощущаешь как себя, вот, как самого себя. Так вот, Евангелие от Фомы, Иисус, если вы помните, на вопрос учеников, как им узнать Отца, Он ответил, это движение и покой. Едва различимое бесконечно быстрое движение вибрационное, и в то же время вселенский покой. Ну, ещё, наверное, плюс невыразимое, вибрационно-трепенное чувство, вот этих состояний, чувство любви. Ну, в разной степени. Когда это максимально проявляется, то оно просто заливает тебя. Когда это, ну, не в столь сильной степени, то любовь не ярко, не обострённо воспринимается. Но, тем не менее, это обязательно присутствует. И в этом невозможно обмануться. Это не обман, это не галлюцинация. И самое главное, это не плод медитации или каких-то специальных практик. Это наступает спонтанно. Это наступает совершенно неожиданно. Ну, естественно, в состоянии покоя. Когда молчит ум, когда молчат эмоции. И вот такое состояние вдруг способно тебя охватить. У меня была ситуация интересная. Ну, несколько лет тому назад к ним я перешёл мастер. Сантехник. Что-то он там должен был ремонтировать. А я вышел на лоджию. Там он меня просил что-то взять из инструментов и принести ему. Что-то ему там не хватало. Так бывает, да? И я вышел на лоджию. И у меня возникло состояние близкое к этому. Я наполнился этой вибрацией. Я чувствую, что ещё чуть-чуть, и я вот этой белизной вспыхну. Думаю, как я к нему пойду? У меня страх возник. Я же должен выйти. Ну, страх, он... Ну, понятно, что это не страх, который вызван там какими-то враждебными силами. Думаю, если сейчас, вот ещё капелька. Я же ощущаю это состояние. Вот ещё каплю, это замкнётся, и всё завибрирует. И потом может белый свет вот этот вспыхнуть. Вот вся эта вибрация. Думаю, я выйду как оттуда. Потом, к счастью, к счастью, Это утихло. Я минуты три, там четыре, постоял, но подождал. Я мой какой-то ключ там разводной принёс. Всё на этом закончилось. Но это состояние было критическое. Вот капельку, капельку, вот ещё бы добавило чуть силы, и это могло бы вот замкнуться. Вот такое любопытное было состояние. А тот, кто однажды, хотя бы пережил это состояние, станет близкое к этому, да, то он, несомненно, получил повестку оттуда достаточно значимую. Когда я что-то пишу, говорит мать, я не жду понимания от людей, но пытаюсь как можно меньше исказить опыт, образ, хотя он неизбежно что-то теряет. Но когда что-то из области тончайших переживаний, вибрационных переживаний на уровне физического тела или на уровне пространства, ты пытаешься зафиксировать в словах, передать это словами, то, безусловно, испытываешь при этом большие трудности. Ибо подобные переживания не имеют аналогов в наших ментально-ментальных ощущениях, к которым мы привыкли, которые нам хорошо знакомы из личного опыта и мать, не пыталась записывать свои ощущения, вот эти ощущения запредельного для всеобщего пользования, для всеобщего понимания. Ей было важно не упустить суть и нить, самого опыта, чтобы этот опыт хоть как-то был отражен, как можно точнее в словах. Так вот, понять описанные переживания, понять и почувствовать их тождественность, человеку, который подобного опыта не испытывал, не практически невозможно, а невозможно. Что такое практически невозможно? Значит, какая-то есть модель, и ты пытаешься ее на себя примерить. Это только можно в тождестве познать, что это именно так. Вот у меня было то же самое. Вибрации. Вот что такое вибрации? Ведь в словах мать пытается, по словам, придать силу, придать вибрационную основу. Это как поэзия. В поэзии есть слова, но в них сила, в них вибрация. Настоящая поэзия. Понятно. И вот она пытается, описывая эти переживания, вложить туда вибрацию этого переживания. Чтобы человек, который это пережил, на уровне вибрации, на родное сердце почувствовал, да, у меня было то же самое, или у меня есть то же самое. Понятно? Вот тонкость и сложность вот этого процесса, передать эти запредельные ощущения, не имеющие аналогов в нашей обычной жизни, в наших ощущениях. Нет этих аналогов. невозможно придумать. Вопрос Сатрема к Матери. Вот по этому поводу, по поводу вот этого опыта, который у него произошел. Всевышний из глубины бессознательного выбрасывает тебя прямо к Всевышнему. Всевышний из глубины бессознательного выбрасывает тебя прямо к Всевышнему. Ответ Матери. Да. Ведь Он присутствует там. Примерно так же высшая точка соприкасается с нишей. Вселенная – это круг. Ее иногда изображают в виде жмеи, кусающей свой хвост. Ее голова соприкасается с хвостом. Это означает, что наибольшая высота непосредственно касается самой материальной материи. Ну вот, когда мы с вами говорим, что вот принцип работы нисходящей эволюционной энергии, вот восхождение, нисхождение сознания, то на максимуме высоты в пределах нашего, ну, будем говорить, обычного сознания вычищаются подсознательные регионы наши, всей этой помойки, которая там накопилась у нас в течение долгих эволюционных преобразований. Наше животное тело, безусловно, имеет, физическое тело, животное основы имеет. И вот вычищается вот посредством вот такой последовательной работы по принципу восхождения и исхождения сознания, телесное сознание. Потом, когда это сознание вычищается, телесное, до конца, происходит действительно чудо. Тогда уже за пределы, ну, как бы, обычного сознания идет подъем на супраментальный уровень, не просто глобальный уровень вот нашего ума там или разума, о котором говорит Шевробинда, а за предел. И вот там, из-за предела того, из-за предельного состояния, запредельно на телесный уровень это вот погружается. Понятно, есть нормальный уровень, когда вычищается наша телесная структура. Ну, вполне нормальный, такой беспроблемный, но длительный процесс. А потом идет процесс как бы запредельный, слишком высоко и слишком глубоко, на супаатомный уровень вот прорывается эта энергия. Вот там идет преображение вот этой самой нашей плоти на супаатомном уровне, на том уровне, на котором работает эта супраментальная сила, или чистая божественная сила. Вот это очень интересная вещь. Так вот, этот опыт матери, этот опыт матери единения вот с вибрациями пространственным в ощущениях, он свидетельствует единстве сего сущего. Или божественные вибрации наивысшего качества, самого наивысшего качества, они присутствуют не только наверху, на самом верху, но и в глубине самой костной материальности нашей, вот в самом низу, в самом, что ни на есть, низу материальном. И плотная материя потенциально божественна, надо ее только пробудить. А пробудить и трансформировать ее может только нисходящая супраментальная сила. Понятно, наверное? То есть, мы должны состояние, ну, будем говорить, материального, в котором мы находимся, как материальный носитель сознания, мы должны выйти на уровень волновой. Опять-таки, к электрону возвращаемся, электрон имеет и волновую, и материальную структуру, и то, и другое, то есть, одновременно. И вот мы должны в ходе работы на пути сознательной эволюции пробудить именно вот эту вот волновую структуру, вибрационную структуру. То есть, должен проявиться наш двойник на уже божественном плане. Понятно? Наверное. И выполняет эту работу, естественно, та сила, которой мы открываемся. Мы своими жалкими, тщетными усилиями, своим умом, там, своими мыслеформами этого сделать не можем. Но многие полагают, что вот надо хорошо сосредоточиться, хорошо подумать, сконцентрироваться, и ты сразу катапультируешься Господу. Это очень наемное представление божественным. Так вот, именно эта сила, супраментальная сила, спускаясь с максимально возможной высоты подъема, достигает и наибольшей глубины спуска, касаясь прикорневых основ материи. И там, вот, в самой глубине материальности происходит потип короткого замыкания вверх и вниз. Они там воссоединяются в этом божественном экстазе. По сути, и вспыхивает тогда во всем, так сказать, видимом поле, ощущаемом тобой поле, вот это белое пространство, которое вибрирует любовью. Так вот, это явление, говорит мать, вот это явление, говорит мать, послужила основой для символического изображения вселенной, как змеи, которые кусают свой хвост. То есть, вот, надо укусить себя вот в самой глубине. Вот вверх должен укусить вот то сокровенное, сакральное, что находится в самом низу. Вот в этой божественной игре в поисках себя временно утерянного в материи, себя утерявшего в материи, мы должны вот и в себя найти. Найти себя истинного и себя настоящего. Вот. Одновременно ощущение себя бесконечно быстрыми вибрирующими частицами, одновременно огромной, покойной, разливающейся в пространстве волной, это ощущение не телесное. Вот. Это ощущение какой-то иной структуры, которая является очень чувствительным, совершенным природным прибором. Вот эти вибрации, никакой прибор, придуманный людьми, сконструированный людьми, он их не может зафиксировать, потому что там есть компонент любви, энергия, в любом случае, она так и остается энергией, но самая тончайшая энергия имеет в основе вибрацию любви, и вибрацию любви никаким прибором зафиксировать невозможно. Таким образом, каждый духовно одаренный человек, если он имеет духовный дар, он способен пережить в своем теле, в своих ощущениях, если можно это назвать единую теорию поля, вот единство всего сущего, которое все время говорят физики, которые пытаются математически каким-то образом выразить, да, вот, а вы можете в своем опыте это вот прекрасно почувствовать. Вмешательство разума в бессознательное это тяжелое зрелище. Пока он не проявился, разум имеется в виду, бессознательное таким не было. Бессознательное стало агрессивным, непроходимым, упрямым, такого раньше не было. речь идет о том, что влияние человеческого ментала на наше бессознательное или подсознательное оно очень-очень удручающее. Он буквально поработил человека, ум наш, наш ментал, создав вечно всего боящегося, во всем сомневающегося, все, так сказать, думающего о поражении физический ум. Так вот, вот это агрессивный, непроходимый, упрямый физический ум, как результат влияния нашего ментала на подсознание, это последний, по сути, бастион смертной жизни в человеческом существе. И только преодолев этот последний бастион, мы преодолев с пониманием, надо сказать, потому что мы проходим через это, мы проходим через опыт, опыт кажущегося поражения, когда действительно мрак, когда все вокруг кричит о том, что бесполезно то, что ты делаешь, ты все равно умрешь, ты все равно кончишь жизнь, как все кончали ее, поскольку конец предопределен, вот этот вот фон, который постоянно, постоянно на определенном этапе работы начинает звучать, ты должен с пониманием пройти, ты должен это преодолеть, вот как последний рубеж, понятно, что если ты перейдешь вот этот последний рубеж, то там уже проблем не будет, и по сути, преодолев этот последний бастион смертной жизни в нашем существе, наш физический ум, мы выходим на финишную прямую, на прямую обретение жизни вечной, и вот в предшествующей дарвиновской животной эволюции, еще до появления человек в ходе естественного отбора, бессознательное, вот то, что было заложено в подсознание животное, бессознательное выполняло роль охранителя видов животных от вымирания, относительно мягко, оно трансформировалось на каждой последующей ступени эволюции, выполняло, ну, некое, действительно, охранение, чтобы виды продолжали свое существование, теперь же, когда животное стадной эволюции, то, что происходило, так сказать, в человечестве, должна уступить место сознательной эволюции, это бессознательное наше, которое в подсознании укрыто, утратило свою позитивную роль, животное мире отыграло позитивную роль, у нас же это то, что, как мать где-то выразилась, когтиста стоит насмерть, которая цепляется за наше прошлое, которая пытается оставить нас смертной жизни, вот, она, это подсознательное не желает отпускать смертного человека в свободное духовное плавание, она не желает отпускать в вечность, вот это надо преодолеть, вот это надо пройти, вот здесь требуется мужество, потому что люди иногда что-то делают, какие-то определенные переживания испытывают, благодать испытывают, но когда надо преодолеть этот последний бастион, они упираются в стены и говорят, все, конец, не могу, все плохо, опять все как бы начинать сначала, не сначала надо начинать, а просто надо это спокойно пережить, открывшись этой силе, дать возможность ей разобраться с этой проблемой, и не паниковать, и не впадать в уныние, больше ничего не требуется, все это очень легко проходимо, если вы понимаете правильно смысл всего происходящего, то есть понимание того, что с вами происходит, ну, это залог и гарантия вашей безопасности и успеха в работе на пути, чтобы вы знали, что это должно быть, что это наступает, что какое-то время вы должны потерпеть, не торопить события, и тогда проблема перестает существовать, а всемогущая пружина точный образ того, что сейчас происходит, что должно произойти, что произойдет во всем мире, одним махом мы прыгнем в бесконечность, и вот эта всемогущая пружина, о которой говорит мать, которая мгновенно выбросила ее в новый супраментальный мир на какое-то время, где мир, где нет места ни страхом, ни сомнениям, ни страданиям, ни болезням, ни смертям, в мир, где правит божественная любовь, так это своеобразная локальная, ну что ли, психофизическая модель квантового скачка эволюции, при квантовом скачке эволюции это, в общем-то, должно возобладать, то есть, те люди, которые готовы к духовной реализации, они вот испытают именно вот это состояние, те, кто не готов, что произойдет у них на клеточном уровне, те, кто ленился, кто вообще отрицал сам факт божественной эволюции, то эта энергия на уровне вот такого глубокого телесного проникновения, она, естественно, никакими благими событиями не отразится, это будет что-то достаточно тяжелое, понятно, наверное, да, вот это некая модель психофизическая квантового скачка, когда все люди, пребывающие на земле, будут подвергнуты вот такому давлению огромной супраментальной силы, которая будет преображать нашу планету и всех ее обитателей. Кто-то безболезненно сбросит эти тяжкие велиги телесной материальности, а кому-то придется, наверное, очень и очень нехорошо. Те, кто упорно оберегал в себе смертное существование, смертную жизнь, действительно, телесные структуры не выдержат этого огня. Этого огня это действительно можно сравнить и это в легендах и преданиях называется вот это гиенный огнем Божьим, в котором будут гореть люди, которые не выполнили свою главную задачу. Так вот, Спаситель назвал это событие очистительным огненным катаклизмом, именно огненным катаклизмом, в котором и произойдет отделение зерен от плевелов, и расставание праведников с телом, в отличие от грешников, произойдет совершенно незаметно, по типу как успения и пробуждения, что ли, ибо их земная жизнь уже и проходила в условиях существования в новом измерении, потому что новая структура уже возобладала в их интегральном существе, так что вот это событие, вот то, что случилось, когда вверх и низ замкнули в пространстве вот эту божественную единую вибрацию на уровне человеческого существа, наверное, это и есть та самая модель грядущего эволюционного катаклизма. По правде говоря, до тех пор, пока окончательно не выйдешь к свету, пока не вырвешься из нижней полусферы истины, враждебные силы не перестанут одолевать тебя. Наверху слова враждебные силы утрачивают свой смысл, они превращаются в силу прогресса и заставляют вас двигаться вперед. Но чтобы увидеть вещи в этом свете, необходимо вырваться из нижней полусферы, так как внизу враждебные силы вполне реально противодействуют божественным силам. Мать в который раз возвращается к вопросу о роли так называемых враждебных сил в эволюционном процессе. Если человек находится в нижней смертной полусфере истины, в сфере ума, в сфере эмоционального и физического ума, если он находится там и отказывается сознательно эволюционировать, то эти силы, враждебные силы для него реальность. Реальность, самая настоящая реальность, и он тратит много сил и энергии на борьбу с этими силами, на преодоление их постоянных нападок. Так вот, в процессе этой борьбы, когда человек борется с враждебными силами, он их энергетически подпитывает, и чем активнее он с ними борется, тем все большую силу обретают эти враждебные силы. Понятно, наверное? Борьба с враждебными силами на их территории только укрепляют их, поэтому на земле вот все эти, так сказать, элементы борьбы, которые проявляются, люди пытаются преодолеть вот все эти страхи, сомнения, страдания и прочие вещи негодными средствами, они только множатся и плодятся, эти враждебные силы, и засоряют астральную атмосферу, то есть проблем создается масса вот в процессе борьбы людей вот с этими паразитами. Находясь на их поле, победить их невозможно. Духовный искатель, человек, который выбрал для себя путь сознательной духовной эволюции, он не имеет никакого права вступать в открытую борьбу с враждебными силами, в противном случае они его свяжут по рукам и ногам истощат его энергию и в конце концов его заставят капитулировать перед ними, если ты будешь с ним бороться. Но как только мы выбираем для себя путь сознательной эволюции и приподнимаемся над нижней полусферой истины, то есть уходим с поля, где хозяева эти астральные силы, враждебные силы, вот как только мы приподнимаемся над этим уровнем, то враждебные силы становятся нашими лучшими помощниками. Понятно почему? Они становятся нашими лучшими помощниками. Осознанно встречая их нападки, мы понимаем, что в нас все в порядке, что у нас есть мишени, по которым они стреляют и бьют. То есть они помогают нам в духовном росте. Когда мы бессознательно с ними боремся и не выходим, так сказать, из нижней полусферы, это наши враги номер один. Чуть-чуть мы приподнимаемся над нижней полусферы, они наши лучшие помощники. Действительно, мы не подпитываем их эмоциями, мы не собеседуем с ними, мы не прогоняем их, не возмущаемся ими, не впадаем в уныние, не впадаем в отчаяние, а сохраняем фундаментальную ровность и тем самым накапливаем огромный духовный потенциал, который в дальнейшем не позволит этим силам даже к нам приближаться. Понятно? Вот они наши помощники. Они выступают уже в роли наших помощников. Одни и те же силы. Когда мы окончательно разрываем связь с нижней полусферы истины, мы становимся попросту недосягаемы для враждебных сил. Это может служить нам добрым знаком, что мы уже что-то достигли на духовном поприще. Они уже не могут нас достать. Супраментальная реализация как раз и даст возможность пребывать в состоянии совершенной гармонии. В недосягаемости для враждебных нападок это могут осуществить те, кто пройдет супраментальную трансформацию. Враждебным силам прекрасно известно, что в супраментальном мире они просто прекратят свое существование. С приходом супраментальной силой они растворятся сами, поскольку в них больше не будет необходимости. Поэтому сейчас они лютуют, желая уничтожить абсолютно все. Вот с ростом напряженности нисходящей супраментальной силы в пространстве, она присутствует в каждой точке пространства, враждебные силы тоже активизируются, они беснуются, поскольку их главная задача не допустить в человечестве этой божественной реализации, супраментальной реализации, всячески препятствовать духовно одаренным людям исполнить свой эволюционный долг. Рождебные силы инстинктивно чувствуют, что воцарение на земле нового мира, как только он воцарится, это их конец, это их погибель, отпадет надобность в их существовании, как необходимых, в частности, стимуляторов духовной работы, потому они летуют сегодня, летуют как потревоженный осиный рой, вызывая в человечестве множество бед, множество катаклизмов, обостряя все внутренние внешние противоречия, стараясь при этом естественно напитаться человеческими страхами, человеческими сомнениями, человеческими страданиями, тем самым оттянуть свою неизбежную кончину, то есть это как последний бой для этих враждебных сил, они понимают, что их ждет неизбежный конец, и если вы здесь уже на земле обрели то, что Иисус называл жизнью вечной, то есть наработали в коконе старого физического тела новое вибрационное существо, супраментальное, то летующие враждебные силы уже не в состоянии преодолеть этот барьер, они не могут его преодолеть, потому что это уже территория не их, это территория божественная, это территория, на которой соприкариваются коснувшись, с которой они уничтожаются без следа, поэтому они к вам уже не могут даже приблизиться. Оба мира здесь, а не один внизу, а другой где-то наверху, один внутри другого, но в ином измерении, между ними нет сообщения, они перекрываются, но не имеют точек соприкосновения. Ну, речь идет о том, что для удобства восприятия принята условная модель миров, один высший наверху, а другой низший внизу, вот вверх и низ, да, это, ну, для удобства восприятия нам просто понятно, вверх и низ, низ плохо, вверх хорошо, да, вот так мы условно выбрали, вот, однако на самом деле эти миры или планы сознания, они не соприкасаются друг с другом, а как бы вложены один в другой, вот речь идет о принципе матрешки, понятно, да, не вверх и вниз, вверх и вниз это условно, а они просто миры разного качества, разного качества вибраций, разного течения времени, разной на полности, вот, существами, которые их населяют, вот, и они имеют свои собственные пространства временные координаты, а человек как микрокосм, как некая модель микрокосма, как некая модель макрокосма, он себе содержит все практически, все вот эти планы бытия, он с ними соприкасается, он имеет выход на эти планы бытия, вот, он тесно с ними соседствует, и в той или иной степени, в зависимости от уровня развития индивидуального сознания, он подвержен влиянию этих планов сознания, так, на примере ощущения благодати или напротив угнетенности, сознания, есть свидетельство влияния разных миров, благодать влияния одного мира, угнетенность сознания, влияние другого мира, с которым человек соприкасается, да, особенно заметным становится переход из одного мира в другой, при уже состоявшейся наработке в коконе физического тела новой супраментальной структуры, когда своеобразное основание из одного тела в другой, из старого в нового, из метного бессмертного вызывает резко констрацирующие ощущения, резкий контраст ощущений, которые мгновенно сменяют друг друга, то мир лжи, смертей, болезней, то мир божественной любви и радости, вот туда-сюда, туда-сюда, вот эта грань, она легко переходима, когда вот эти два образования, старое, новое, смертное, и старое, смертное, и новое, вибрационное, они тесно переплетены до момента их полного разделения, вот это вот влияние на интегральное сознание человеческое, оно как раз вот в таких колебаниях, в таких переходах, в таких основаниях из одного тела в другой, проявляет себя в ощущениях, это состояние переходное, очень интересное состояние. Субтитры создавал DimaTorzok